Итак, дорогие друзья, вечер доты продолжается. Альянс против Ликвид, Гранд Финал Премьер Лиги, прямо перед нашими глазами. 2-0 в пользу Альянс. Первую карту эти ребята получили на халяву. Ну как на халяву? Это, наверное, всё-таки я неправильно сказал. Получили они первую карту сразу, как только попали в Гранд Финал по сетке Венеров. Ну и, соответственно, вторую карту, вот, буквально пару минут назад, каким-то невероятным чудом, каким-то невероятным дабл демеджем, пришли, взяли, перевернули, развернули и выиграли. Молодцы, что я могу сказать. Из полной задницы умудрились вытащить карту. Тащите. Забанили. Что они тут забанили? Забанили. Котла плюс Наикса. Ликвиды вычеркивают виспа Бэтрайдера. Ну и сразу забирают себе Ченна с Шадоу Демона. Двух суппортов решили для начала взять Ликвид. Альянсы берут Лондруида, берут Адмирал Бульдога. Можно даже так это уже называть. И думают, что брать дальше. Но так как у них есть Лондруид, по идее, пик нужно строить уже по пуш-строте, чтобы давить, давить, еще раз давить. Мне почему-то кажется, что в этой игре вполне возможно будет Джиггернал, но уже от Альянс, а не от Ликвид, как в прошлой карте мы видели. Ликвиды реально так хорошо сыграли. Начало у них было просто замечательное. Все, давят, побеждают, все как надо. Но один момент, один замес перевернул все. Потеряли два лайна, понаумирали сто пятьсот тысяч раз, отдали столько золота Альянсам, что там уже перевернуть обратно уже было просто тупо нереально. Жесткие баталии разворачиваются. Битва за первое место. Виртус Про тоже чуть-чуть не дотянули. Ликвид, я считаю... Вообще, Виртус Про чуть-чуть не дотянули до Гранд Финала два раза подряд. Им не хватило совсем немного выиграть Альянс в третьей решающей карте, где с диффузами, да, вот этот момент у Джиггернаута могли быть диффуза, если бы он не покупал там всякие деменейджи. Ну и если бы с Ликвидами тоже там Вивер хоть как-то бы. Ну я не знаю откуда, на самом деле, то, что у него не было крипов, в принципе, это вполне понятно. Два лайна сломали, считай, эти два лайна уже не приносят никаких денег в виде крипов. И фура пультой там тоже, ну, не часто, но все-таки спамят, и в итоге все лайны отпушены вечно. Где фарм? Тупо негде. Ну, в общем, Вивер голый, луна одета, проиграли третью решающую карту. Вот, обидно, конечно, немного, что в Виртуса не попали. Ну, ничего страшного, заняли, получается, третье место, что тоже неплохо. Лишрак, Магнус, Лондруид. Таков пик Альянс. Ликвиды забрали Брюмастера к своему Чену и Шадоу Демону. Ну, значит, у них есть мидер, есть два саппорта. Нужен кто-то фармящий и кто-то на хард. У Альянс есть мидер, есть хардлайнер и суппорт. Нужен тоже еще один суппорт и кто-то фармящий. Точнее, тоже кто-то фармящий и еще один суппорт. Клокверк с Луной отъезжают в бан. Не хотят, чтобы их запушили за счет Луны. Можно, в принципе, довольно агрессивную доту разворачивать. Альянсы. Ну, если они сейчас выигрывают карту, то занимают первое место. Если проигрывают, то будет еще одна. Если еще раз проигрывают, то будет последнее решающее. То есть максимум еще может быть три карты. Считая эту. Пять секунд. Протикали пять секунд и пошло резервное время, которого тоже осталось не так много. Буквально десять секунд. Одиннадцать. Так, забанили Никса. По одному бану остается. Ну, Альянсом, я думаю, здесь стоит забанить какого-нибудь, наверное, все-таки хардлайнера, а не керри. Потому что керри... Они будут, получается, первые пикать, да? И возьмут героя, которые... Хотя, опять же, можно и керри забанить. И потом сами пикнут того керри, которого хотят. А у Ликвид нифига путевого не останется. На самом деле, тоже да. Довольно неплохой вариант. Но видно, что Ликвиды собрались пушить. Они серьезно собрались пушить. Примастер, Чен явно не просто так взяты. Может быть, там будет какой-то Драгон Найт в пике, не знаю. У Альянс пуш-потенциал тоже не слабый. За счет... Медведа и Диаболика флишеракам. Медведа и Диаболика фишеракам. 5 секунд remaining Так, да, банили Альянсы Дарксира, ну и Герокоптера банят Ликвиды Пошла, пошла, пошла вторая стадия пиков Ну что, кого возьмут? Мне кажется, они хотели Герокоптера пикнуть, Альянсы прям вот шикарно бы вписался в этот пик Герокоптер Но его забанили Алхимик Вот так вот Химик, алхимик Слово за Ликвид Кто у них будет фармить? Или фармилу они на ластпик оставят? Сейчас возьмут кого-то в хард Ну а Альянсом еще одного суппорта, но они легко могут взять опять ВР-ку Почему нет? Ну с Лишраком на самом деле масса вариантов Учитывая, что у алхимика есть таргет стан В принципе, Лишрак уже спокойно может не парить с алхимиком убивать Ну лучше взять еще кого-то такого, с кем бы было неплохо роумить Так, ну на хард взяли фуру Хардлайнер, лесник Пуш потенциал становится еще сильней Еще жестче Пуш потенциал что тут Продолжение следует... 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 Он, видите, специально подтауров не приводил, чтобы хоть зафармить что-то А в итоге все равно они его и продамажили, и подтауров дошли Так, здесь тоже принимаются пушить линию Фуриону, в принципе, здесь ничего не светит Но трентов он вызвать может, чтобы они там немного потанковали Так, с крипами разобрались Еще тренты три штуки Ага Так, опа Опа, 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 опа ТП сейв Пришел СД на помощь Здесь еще Корок подтягивается Лол, Корок-то очень побитый, что он делает? Офигеть! Вот это Корок, вот это царь Пришел, отдался, Аки проседает Дисрапшеном его Лол Аки умрет Его убили Так, Чена там, кстати, тоже, скорее всего, должны забрать Шок вейв, хорош И GM сваливает Но уйдет ли далеко? С фласки отхилился Позинами накрыли Сбивает с него фласку Но в любом случае он здесь Эт! Еще хит хорош Стан прям под себя Не выживает Все-таки там Чен доконтролил Скелетами Троллем Убить получается С4 без маны С бутыля надо восстановиться А он сейчас отойдет подальше Чтоб бутыль не сбили И восстановится Тауэр на топ и упал Ласт хитит этот Тауэр Блин, я не вижу инфы Там столько всего по нам происходило Что тупо даже инфы нет Бульба Базилу себе взял Тапочек Здесь ПТ, стик 500 голды сверху И самое интересное, что он максит первую А не там какую-нибудь вторую Или третью Спрей Реже всего максится Либо алхимик идет тупо фармить Да, там через максиные Монетки Либо он Идет убивать Через максиные банки Но вот есть еще вариант Для пуша Максить спрей Такой универсальный герой получается Алхимик Его в принципе в качестве суппорта Не раз пикали Всяком идет У корока У корока появляется ультимейт Теперь его загангать уже будет не так просто А Магнус Арканы Боттл стики Продолжает спокойно фармить У него еще там танги всякие В общем все Все замечательно Полностью восстановился Как новенький А здесь хаста Ну у него всего Да, всего тапок Боттл Стик Здесь как бы арканы Разница серьезная Для седьмой-то минуты Так Пошел что-то в магаз Ничего не купил Что-то мувирует Мувирует Ничего не делает И джем С тапком И урной Ну что-то Дотка опять подуспокоилась Видать Ну у бремастера же появился ульт Его уже не загангать Да блин Он еще и с хастой Реверс полярити Стан Лишрак сверху Стан Охренеть Вот тебе и не загангать Просто порвали И даже Даже сказать ничего не дали Ну что ж вы за люди-то такие Дали бы хоть ультануть Что ли Бедному бремастеру Ну пандочки Вообще нет айтемов Даже тапок не дают Говорит Не заслужил Глупая панда Умираешь тут Где попало Никакой с тебя пользы Что-то адмирал бульдог Реально с двумя тапками бегает Чего он пандочки-то не отдаст Жадюга Расхаживают по лесу Ооо Так вот для чего Спрей-то максился-то Так вот для чего Все это Ну ничего себе Ни хрена себе Тут крипов Просто жесть Обалдеть Вот это баблище Кентавр просто топнул По-троим Еще один топнул По-троим Просто по-царски Так вот Сейчас может быть Очень интересно Шадоу демон Ой-ой-ой И джем-то Такой был побитый На хосте Прюмастеру Стремился за алхимиком Подрубает ульту Клеймор себе купил Клэп Сразу же ультимейт Пошел Пошел месить Шадоу демон Он тут еще накрывает Кучей всякого дерьма Так Иксмайк Наверное должен Нет Не успевает застанить Пока он там Свой корягу подымет Пока застанет Успевает просто-напросто Брюмастер Поднять его в воздух Такой миди-тауэр Забрать не удалось Так, а снизу Нет, драгонайт Перемещается на мид Так, что там На экономику глянуть пора, наверное Сколько там времени прошло Блин Ну по экономике лидировали Альянсы И вот Немножко сдали позиции Теперь Совсем небольшая разница В сторону ликвид А по экспе Ну по экспе альянс Тоже Немного впереди В общем Очень ровная Идет игра Равная битва Вот так вот Спирит Бэр Пошел грызть Вот скажите Да Чем Вот это вот действие Было Подкреплено То есть Какой логикой Нужно пользоваться Адмирал Бульдогу Чтобы пойти И отдать панду Ну вот Он что специально фидит Думает А че Дай-ка пофижу Может его подкупили Сказали типа Вот мол Мы тебе там Денюшек отсыпем Пряников Печенек Тархунчика Литр Может быть два Может быть ящик Не знаю Сколько там У них просил Адмирал Бульдог Но просто Вот так вот В наглую В тупую Отдать панду Одному из лучших Лондруидов мира Если не лучшему То как Ну хотя Не знаю Насчет лучшего Там китайские Задроты Тоже Есть Просто Черт его знает Как он так Догадался Ладно Отдал так отдал На его совести Смерть пандочки По ночам будет Кукситься От того что Блин Куда меня поднесло Кто нибудь Остановите Так У Магнуса Даггер появляется Покупает себе Даггер Окей Снизу Алхимик Убивает фуру Через Шадоу Блейд В миде Такая Позиционка Развернулась Хотят Вроде как Тауэр забрать И вроде как Боязно лезть И в принципе Альянс Тоже Я думаю Готовы сейчас Драться Прилетел Даггер Но тут только Один Лешрак С Лешраком Вряд ли получится Убить Было бы побольше народу Ну вот Молния Шоквейв Вдвоем В общем Дефают В это время Снизу падает Тауэр И Лода Получает Денюжку Оооо И джема Зацепили Урсачи Там клепают Ну окей И джема Забрали Что дальше Дальше Забирают Тауэр Все как В книжечке Написано Лода Продолжает Фармить Что-то Как-то Тысяча голды Я думал У него больше Хотя За 13 минут Шадоу Блейд ПТ Стики Еще 1300 Куда больше Просто Уже некуда 80 крипов То есть Он и нафармил До хренищи Крипов 2-1 То есть У него все Все в порядке В миди Тауэр теряют Фура Ластхитит У фуры Мидас ПТ Пазила Ну нельзя Здесь конечно Альянсом Тупить Вообще конечно Пик у них Жесткий Если они доберутся До базы Оппонента Разнесут ее В секунду Все же Если фура Будет В ближайшее время Не умирать Хотя Он умирает Очень часто Уже 3 раза Отъехал То доделает Все там Еще пару шмоток Типа Шадоу Блейда Не знаю Там Хекс Может еще что-то И начнет Неплохо Сплит пушить Выносить Мозги Своим оппонентам Но тут Пик хорош тем Что если Пандочку Одеть То она Там Чуть ли не Выиграет Доту В соло Там Дамага У нее Столько Будет Под этими Бафами Что Ого-го Но пока К сожалению Для Адмирал Бульдога И для Альянс Тут тупо Айтемов нет За 14 минут Адмирал Бульдог Обычно Даже в самых Суровых играх В самых Суровых ситуациях Покупает себе Хотя бы Армлет К этой минуте Но тут у него Тапок Перчатка А ну в принципе Нормально Армлет у него Уже близится Худо Бедно Собирает Копейку Там Копейку Тут И вот уже Почти армлет Бульбецкий Девятый Левел У него тут Близится Ничего Но пока Не прибавилось Где там Алхимик Шастает Купил себе Плотмейл Но Лода Не изменяет Своей Можно сказать Традиционной Втарке На алхимике Покупает ему Уже не первый раз Плотмейл Сразу Так сказать Единственный Минус Этого героя Просто Вычеркивает Это отсутствие Армора Купив Плотмейл Этот герой Уже в принципе Как таковых Минусов Не имеет Стан Есть Лейт Он хороший Толстый Там Всякие Противные Обилки Вешает То есть Всего У него Достаточно Так А это еще Что такое А это Загул Это Загул Ребята Ну вот Просто Жесть А что он Тут делал Запрыгнул Что-то Отдался Фиданул Фиданул И сразу На Рошана Пошли Ну что-то Фура В торопях Тронтов Вызывает И стоит Смотрит На Рошана Медальку Повесили Так Магнус Байбек Ой Спасибо Конечно За спрей Огромная Тут и так Армора Немного Так он еще И помог Спреям Чтобы Рошана Типа Быстрее Убить Или Все-таки Спугнул Ты посмотри Ко Спугнул Так А кстати Сколько там Спреи В секунду Дамажат 32 Не так уж Прям И много Конечно Стать Под ними Наверное Не очень Приятно Поэтому И разбежались Ликвиды Да там В основном Напугало Не спреем А то Что Магнус Байбекнулся Вот это Да Это Серьезный Серьезная Угроза В таком Узком Проходе Стоять Впятером Опа Попопопо В спину Решили Обойти Так Корак Прыгает Клэп Сразу Ультимейт Уйджима Проблемы Начинает его жестко фокусить Драгонайт подтянулся Магнус заторанил реверс Полярити шок вейв Хорошо раскастовался Дисрапшеном подсейвили Драгонайта Раздуплился Сразу начинает продамаживать Сваливает, пытается отсюда С4 Боттл есть Чуть-чуть возможно восстановиться И может даже вернуться обратно драться Нет, не получается Брюмастер хлепом убивает Алхимик Выдает тычку И уходит А тем временем Адмирал Бульдог благополучно отправляется в таверну Составит компанию Магнусу или Шраку Походу Адь тоже туда отправится Дает станчик И что? Отъезжает Так Да Так Лишь рак сверху Стан молнию Лол Кого ж ты прячешь то? Кого ж ты прячешь? Обалдеть Шадоу демон Ну прятать надо было Либо Брюмастера А лучше уж Лишрака То есть прячешь Лишрака и все Алхимик то что сделает? Он уже и так банки кинул Сейчас еще банки Вот это будет прикол если по двоим Нет Иксмайк Иксмайк Встретил эту банку лицом Прям Прям по мордасам прилетело Так как так то? Как так то Шадоу демон? Ну А парафинился он знатно Вместо того чтобы спрятать Лишрака Спрятал Алхимика Молодец И потом еще и сам отдался Вот такие нелепые фейлы Допускает Ликвид И вот из-за таких нелепых фейлов Игра и переворачивается Ну конечно нельзя сказать о том что Альянс играет без ошибок Тоже в миде тут Магнус Залетный непонятный какой-то Прыгнул что-то там Пандочку Сто пятьсот раз отдали На ровном месте Но вот на фоне Ликвид Альянсы фейлят все-таки меньше Так Шадоу Пойзоны пошли Ага Мультикаст Динь-динь Как говорит Пингвин Икс Майк Да Затаранили его еще С4 себя сейвил При этом еще и затаранил Прыгает сюда Брюмастер Юзает Клэп А Егис ему своровать не удалось Слон Друид его схватил Алхимик сваливает Дрэгон Найт Ну Адмирал Бульдога забрали у него А Егис Флав Должен отъезжать Отхилился с Миказма Ульта в кулдауне Все-таки его здесь загрызли Вгрызается пандочка в ТС Ну что ты вообще Пофиг Пассивка Туча армора Адмирал Бульдога убивают второй раз Даже взяв А Егис Выиграть файт в ноль не получилось Ну вообще и выиграть файт не получилось Бульба Блин, ну тут Бульба жить будет А вот И GM отправляется в таверну Выжил только Алхимик И у Алхимика За последние там несколько минут Что-то как-то не особо Айтемы прибавляются 2000 золота только нафармил Айтемы прибавляются Айтемы прибавляются Хрена какой Магнус здоровый Под этим Блодластом Панда тоже на полкарты Ну панда еще под Рэббитом 78 атак спит Чен ласт хитит Панда не смогла задинаить Как ни странно Так, ну а лода 2500 На топе Тауэр сломать не удалось Диа Так, куда Куда Магнус направился Ну в общем Не важно куда тут Магнус направился Важно то, что в миде Собираются пушить Ликвид И что собираются делать Альянс А, ну вот Корок спрятался Магнус Ждет удобного момента Для врыва поставили с Н3 Опа Вот это интересно Короку кучу демаджа Ай, реверс полярити только в одного Шадоудемон успел все-таки подсэвить С4 Опоздал Просто опоздал И джема начинают там бомбить Так, этот товарищ уже никуда не уйдет Стан так перед смертью Откинул молнию Урну повесил Тысячку дал Да ты что Вы посмотрите сколько продамажил, а Кто-нибудь, не знаю, там Зевс ульт Корни пропирают Чена здесь тоже не отпустят Баночки Отъезжает Чен Под шадоу блейдом ТС уходит А Корок еще и хасту забирает Ну, два в два разменяли Правда, двух суппортов На мидера и саппорта Не очень приятный размен Для Альянс Но Учитывая то, что Магнус там Зафейлился с ультой Это еще Вполне нормально Адмирал-бульдог Башер себе варит У Магнуса Косарь голды сверху Двенадцатого левела Ну, а ДС Выдвигается В БКБ Довольно, кстати Много нафармил У него ни одной смерти Сто тридцать скрипов Три килла Шесть ассистов Если честно Как-то даже не ожидал Что Драгон Найт Так много айтемов приобретет Шадоу блейд Барабаны ПТ Стики грейжные Почти БКБ Нормально, нормально ТС так Запотел Ой-ой-ой Как же они сладенько стоят Ну Алло Что такое Почему не ворвался Реверсполярити Есть же Почему он не ворвался В двоих Странно Очень странно Ну, правда Это два толстяка Которых убить сложно было бы Чен там подхилил Дисрапшн Был вот Шаттл демона Тауэр сломали и убежали Бандиты 800 золота У Драгон Найта Под Шадоу Блэйдом Таааак Двух суппортов Опять могут отжать И GM Тут уже точно Приплыл Ему вообще не везёт Его просто Каждый раз Убивают Аки Оказался более шустрым Более везучим Тааак Не заперли Там еще он в центре Хренеть они, конечно Кираса Скоро 16-й у Алхимика И вот под ультой уже атак спид 0.4 Более 2 ударов в секунду 2.5 Так, у Лоды есть байбэк Он поэтому так и борзеет Динает Тауэр Медведка Ну тут Shadow Blade Вижен анима Дрэгона это не убить Ну примерно одинаковые мувы получились Пришли Альянс, забрали Тауэр Пришли Ликвид, забрали Тауэр Правда только здесь задинаили А здесь ребята в ответ Как бы потом поймали или широка и убили Я думаю примерно одинаково по сути За последнюю минуту подняли денег Ну только у одних чуть больше денег А другие чуть больше экспы подняли Ну и в итоге, видите, да Что очень-очень и очень ровная игра идет 16-18 По картам лидирует Альянс со счетом 2-0 Для победы в гранд-финале требуется выиграть 3 карты Если же Альянс сейчас втащат То займут первое место в четвертом сезоне премьер-лиги Скоро там еще начнутся финалы Ви-плей Дота 2-лиги Тоже там Нави будут играть Короче, дофигища веселых топовых команд Поэтому не пропустите, ребят Ну это еще не совсем скоро Но я сделаю анонсенс Так Нападение на лоду Но лода очень плотный Его так просто не убить Реверс полярити Хорош Корока разорвали на части Драгонайт успевает раздуплиться С4 в таверне Банки долетают Бульбу бьют Тут еле-еле Ну должны его все-таки забрать Драгонайт отступает Вот шадоу блейдом Здесь на базу отправляют И шадоу блейд его все-таки спас Так Под Сулкетчером Зря, конечно Драгонайт не бьет Алхимика, который под Сулкетчером Еле-еле уходит отсюда Аки Аки уже не выживет Алхимика тоже не отпустят Да ты что Вот этот Да ладно, Аки выжил Ну неуловимый засранец Выживает непонятно каким образом Уже в который раз Ликвиды, по-моему, в этой карте затащат Все идет именно к этому Не, ну вообще Альянс Команды, которая Выигрывает Непонятно каким образом Непонятно Каким пиком Ну тут просто Выиграв в ноль файт Уже как-то Сомневаешься в том, что В этот раз получится победить Но это Альянс Они могут РП в кулдаун Глифа нет Корок еще с ДД Тауэр, конечно, они там Нахлобучивают знатно Стан Молния Ой-ой-ой-ой-ой Сколько там В ТС всего бы она прилетала Потасканной жизнью Надо ему сваливать Прям мастер Хотел кому-нибудь Что-нибудь сказать Но не успел Ну линию не сломали Могли только Провести хороший файт И продамажить Очень жестко Тауэр У Медведа Башар Армлет За 29 минут Конечно Для Адмирал Бульдога Это Крайне мало Но Ничего не поделаешь Правда Два бафа В любом случае Компенсируют Отсутствие Айтемов У Медведа Под этим Бладластом Все такие быстрые Регенерация Валяется У Магнуса Форстав Дакер Как он умудряется Умирать Не особо понятно Врывается Ультит И каждый раз Сразу же умирает Штука 200 хп Вроде не такой уж Тощий Так Опять Рошан Но они его Сметут Очень быстро Подтягиваются Сюда Не В наглую Просто в наглую Пришли и забрали Сразу Не мешкая Ни секунды Драгонайт Уже 16 Поднял Синий дракон Там сейчас так Будет Нашпиговывать Так Ну У алхимика Кроме керасы Путем ничего нет Ну вот Взял Таегис Если на него Вешают Сулкетчер Там Вообще Не важно На кого Вешают Сулкетчер Он превращается Сразу В вату Какую-то Бегающую Слишком уж Много Ну 50% Бонусного Дэмэнджа Это реально Слишком много Оооо Оооо Вот это Нежданный Врыв На Адмирал Бульдога Пытается Здесь Выживать Реверс Полярить Адмирал Бульдог Уходит Буквально На Пипетке Брюмастер Раскастовывает Ультимейт Драгонайт Там Продамаживает Убивает Все-таки Алхимик Шадоу Демона Но Теряют Они Адмирал Бульдога У алхимика То есть Аегис Но Что Толку С этого Аегиса, если он умрет И переродится без ульты Магнус заторанил ТС Сразу принимается его бомбить Здесь еще, а, форстаф и ТП Ага, никуда он не уйдет Алхимик, да ладно Неужели Сентричника нет Выжил, ну считай ТС Принял на себя удар и спас Алхимика Иначе Лодоба точно умер Два раза, это 100% инфа 4300 У Лоды Что он там, Тараску будет делать Подрубил ульту, пошел Дефотлайн Как-то надо это дело решать У Драгон Найта заканчивается ульта Оп, 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 Хекс Нихрена какая свинья здоровая Вот это свинка Так, забрали Драгон Найта Корок Корок Даггер заюзать не может под Гастом Здесь, ну что вытворяет ИГМ Какой царь-то, а, хорош Ну вот, Ликвиды вовремя отступить, конечно, не умеют Не подрасчитали опять свои силы Пошли дальше И за это поплатились Ге покупает перед смертью Флав Эх, 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 эх Ну, Ликвид, Ликвид Зафидали, конечно Лоду не по-детски У него теперь 5600 Линию так и не сломали Только Тауэр Ради Тауэром отдаваться втроем Ну, по-моему, не стоило Что-то купил Рецепт Тарасяна Ну вот Тараска Уже, в принципе, есть Подрубает ульту Уходит в инвиз Че-то он так в торопях Эту ульту юзает Ману, что ли Чтоб отрегенить Лол Прилетел Убил Курьера Вернулся обратно Ну, у него почти БКБ Не хватает немного на рецепт Байбека зато нет Вот это, кстати, может очень сильно Зарешать этот Митрил Хаммер Может выйти боком И отступили Не хотят повторять ошибок Альянс Которые допускали Ликвид Файт выиграли Все хорошо Перевернули немного Лезть на рожон Не имеет смысла Опа, корок Юзает сразу ульту Так А смоуков нет, что ли? Заюзали Да ушли Молния Зацепили GM Гостом нажать не успел И убивает его Просто-напросто с теста Тем временем Шадоу Демон отъезжает Адмирал Бульдог Сваливает Здесь Где там Алхимик? Реверс Полярити Вместе с Алхимиком Разбираются С одним Ай-яй-яй Алхимик все-таки отъехал Немного не хватило Убить Драгонайта Пришел Адмирал Бульдог Выворачивает ситуацию Наизнанку Корок под корнями Никуда уйти не может Ну Просто Баш корни Баш корни Что делать? Чертова панда Отстань Клэп И панда все-таки отстала Там Пиво Плюс еще Клэп Нереальное замедление Даже панда не успевает Там никого догнать Огрмак вовремя Затпшился Аки В этой игре Вообще Вытворяет что-то невероятное Выживает Уже в который раз Массовый файт Вроде как Он саппорт И Обычно Саппорты первые Отъезжают Ну конечно Огрмак Это не просто саппорт Это толстый саппорт Но все же Каким-то чудом На лоу хп Уходит Молодец Живучий Мордастый Живучий Тут Чен Просто Затарился Все Все Купил Для команды Владмерс Там Кстати Очень жестко Прибавляет Примастеру Под ультой Ну Остальные Марморчик Явно лишним Не будет Учитывая Что тут Спрей Плюс Кираса Читая Кираса Просто-напросто Компенсируется Владмерсом Что уже Неплохо Опа Поймали Поймали Залетного Ну и Панда Просто Разносит Тауэр Да Пивчанская Нормально работает Тауэр Снесли Алхимик Под инвизом Да Стоюзаются ТС Подрубает БКБ Отправили Полетать Алхимика Три Два Один И Сам себя Станет Бульба БКБ Закончила Своё действие Пандочка Грызёт Начинает Здесь Драгонайт Расшлиять Что-то Лода Вначале Решил убежать Но понял Что надо разворачиваться Дисрапшеном Немного Подсейвили Но ненадолго Бараки уже обречены Байбекается Шадоу Демон Стан прилетает Короку Сверху ещё Стан добивать Его не стали Начинает Подпиливать Бараки Сулкетчер На Спирит Берри Столько Всякого Добра Ой-ой-ой Вот это Реверс Полярити По троим Это победная Реверс Полярити Ребят Это победная Реверс Полярити После такого Уже Вряд ли здесь Что-либо на базе Останется Тут можно будет Картошку садить Чисто поле Под картошку Ну ещё целая линия И ликвиды Не сдаются Затаранил Бульбецкий Отдаётся Вот так вот Байбэка у него нет Уже тратил Ну и почему Не пишут Ликвиды ГГ Ну я говорил о том Что ликвид Команды Которая Играет до конца Ну сейчас Вообще Многие Так стали делать И редко Кто сдаётся Но сегодня Против Виртус Прон На 16 Или на какой-то Внутри В 12-й минуте Они сдались же Как ни странно А сейчас Не сдаются Но это всё-таки Как бы решающая карта Если они проигрывают То занимают Второе место А Альянс Занимают Первое Четыре косаря Лода С этого Мува Поднял Просто Тучу золота Я смотрю По экономике Не так уж Прям жёстко И взлетели Но там Сейчас На данный момент 3600 У Магнуса Даже 1500 Есть У Огра У Алхимика Четыре косаря Лишрак Аганим Себе сделал Гасты Всякие Понапокупал Короче Нормально Упакован Ликвид Пошли Вол ин До конца Что ли Или нет Гарпию Подчинил Ну на такой Минуте Гарпия Конечно Да Очень много Пользы Принесёт Лучше Б уж Вообще Никого Не подчинял Да Поначалу Эти 140 Дэмэджа В кабину Ого Ого Как Решают Посмотрите Обе команды Под смоками Обе команды Ищут друг друга Но Немного На разных частях Карты Ищут Прилетает Фура На топ Видят Это Альянсы Ой-ой-ой Флав Ой Флав Сейчас стрянет Станды Ещё и Подвоим Вот это да Разносят Нет Не разносят Дисрапшина Подсейвил Всё-таки Икс Майк Магнус Затаранил Реверс Полярити Всё-таки Еле-еле Но Заюзал Драгонайт Под всё это дело Дамажит И GM Ой-ой-ой Заканчивается БКБ И сразу же Заканчивается Драгонайт Просто моментально Это минус 5 ТС пишет ГГ И Альянс Занимает Первое место Поздравляем их С этим Молодцы В принципе Ликвиды Тоже Ну Не в принципе Так и есть Ликвид Тоже Молодцы Залили Второе место Virtus.pro Получается Занимает Третье Ну Такой Вот Топ На Четвёртом Сезоне Пример Лиги Удачи На J1 КГВП Спасибо Вот Такой Вот Эпичный Сегодня Получился День Блин Вот Если бы я Ещё И не болел Было Вообще Офигенно Чёрт Подери Надо же Было На Гранд Финале Заболеть У меня Вчера Ещё Торкало Немного Чувствую Что-то Не так Что-то Здесь Не так Видать Вчера Только 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 Заразился И Сегодня Где-то Не там Шастал Смайкла Убить Флаффа Всех Убить Рустаф Подтянул Поближе Давай Дрон Упал Такс Ну что Ребят На сегодня Всё Получается Уже Услышимся Завтра Так Завтра У нас Что Вообще Есть Что-нибудь Я сейчас Скажу Что там Завтра Будет Ли что-то Тек 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 Так Ну завтра Liquid Против Fnatic Играют Я На 100% Не обещаю Откомментирую Или нет Потому что Мне завтра Рано Вставать У меня уже Время Пол пятого Вставать Надо в девять Даже пол девятого Лучше встать Короче Мне тут Чуть-чуть Поспать Просыпаться И я потом Буду обратно Спать В общем Если смогу Откомментирую Если нет То там Всё равно Будут комментировать Там Вилат Или Каспер Точно Должны Комментировать Так что Такие вот дела Ну всё Ребят Всем удачи Услышимся